Меня зовут Алиса Пестова, я учусь во втором оклассе Нарско-Пехклеменской гимназии. Отрывок из поэмы Зоя, автор Маргарита Алигер. Стала ты под пыткой Татьяной, а не мело, замерла без слез. Босиком в одной рубашке рваной Зою выгоняли на мороз. И своей летающей походкой жла она под обликом врага. Тень ее очерченная четко падала на лунные снега. Это было все на самом деле, и она была одна, без нас. Где мы были? В комнате сидели? Как могли дышать мы в этот час? На одной земле, по тем же светам, по другую сторону черты. Что-то есть чудовищное в этом. Зоя, это ты или не ты? Снегом запорошенные прятки, коротко остриженных волос. Это я, не бойтесь, все в порядке. Я молчала, кончился допрос. Хоть бы не упасть ценой любою. Окрик, рус, и ты идешь назад. И опять глумится над тобою гитлеровская армия и солдат. Русский воин, юноша, одетый в справедливую шинель бойца. Ты обязан помнить все приметы этого звериного лица. Ты его преследовать обязан, как бы он не отступал назад. Чтоб твоей рукой был наказан гитлеровской армией и солдат. Чтоб он припомнил, умирая, на снегу кровавый зоин след. Но постой, постой, ведь я не знаю всех его отличий и примет. Малого, большого ли был он роста? Черномазый, рыжий ли? Бог весть. Я не знаю, как же быть? А просто бей любого, это он и есть. Стань над ним карающей грозою. Твердо помни, это он и был. Это он и стерзанную зоу по снегам Петрищева водил. И покуда, собственно, рукой, ты его не свалишь на повал. Я хочу, чтоб счастья и покоя воспаленным сердцем ты не знал. Чтобы видел, будто бы воочию, русское село, светло к огнем. Залит мир декабрьской лунной ночью. Пахнет ветер дымом и огнем. И уже почти что на снегами, легким телом устремясь вперед, Девочка последними шагами пастиком в бессмертии идет.